Далее о событиях в регионах страны в нашем ежедневном обзоре. Прокуроры Тараса планируют снизить количество краж сотовых телефонов. В городе заработал специальный проект «Мобильник». В прошлом году в каждом втором случае предметом посягательства становились именно сотовые телефоны. На них приходится чуть больше 42% краж. В «Октау» сегодня отбирали присяжных заседателей для участия в судебном процессе по делу подозреваемого в изнасиловании шестилетней Виктории Мининой. Сегодня рассмотрели кандидатуры 39 человек. Уголовное дело содержит 11 томов. Обвиняемый будет передан в суду по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых похищение человека, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, убийство и незаконное обращение с наркотическими психотропными средствами. 956 миллионов тенге возместил Касцинг за аварию на горнообогатительном комплексе в городе Ридере. Напомню, 22 мая 2016 года техническая жидкость из неисправного хвостохранилища предприятие попала в горные реки. Первые пробы воды тогда показали 18-кратное превышение концентрации меди, 16-кратное увеличение содержания цинка и 9-кратное марганца. Очистку загрязненных участков в пойме водных источников вели больше полугода. В Этерау в этом году планируют отремонтировать дороги больше, чем на 300 улицах. Также работы запланированы и на трассах пригородных сел. Общая протяженность дорог – 250 километров. На эти цели из местного бюджета выделят 25 миллиардов тенге. Проектно-смертная документация уже готова. В Семее из-за вовремя неубранного снега на улицах увеличилось количество аварий. Только за последние два дня произошло около 20 дорожно-транспортных происшествий. Коммунальщики же репортуют, что работают круглые сутки. С начала зимы уже было вывезено больше 70 тысяч кубических метров снега. Однако избавиться от сугробов и ледяной колеи в городе пока так и не удается. Одна из причин – устаревшая техника.